Какие инструменты выявляют потери в потоке создания ценности? Какие методы применить для поиска узких мест? Какой набор инструментов анализа должен иметь эксперт по развитию производственных систем? Какие из трех направлений производственного анализа стоит применить в вашем случае? Сегодня поговорим о методах производственного анализа. Я расскажу, какие методы я применяю и в каких случаях. Так что посмотрите это видео до самого конца. Привет! Всем Лина! Меня зовут Сергей Лити. Я эксперт по развитию производственных систем. Прошу вас поддержать развитие канала. Подпишитесь на него и поставьте лайк этому видео. Это самый лучший способ мотивации для создания нового полезного контента. При развертывании программ операционного совершенствования отправной точкой является проведение всестороннего анализа текущей организации потока создания ценности. Именно проведенный качественный анализ является фундаментом успешных преобразований. Каким набором инструментов производственного анализа должен обладать эксперт? Давайте разберемся! Я выделяю три направления анализа. И о каждом из этих направлений я сейчас расскажу. Первую группу инструментов я назвал бы функциональной диагностикой. Это набор методов, изучающих внутреннюю анатомию потока создания ценности, механику взаимодействия отдельных элементов различных бизнес-процессов. Функциональную диагностику можно выполнять за счет разных инструментов. Немного об этом. Одним из ключевых инструментов является картирование потока создания ценности. Это обязательный элемент в бережливом производстве. Отлично работает, когда цель проекта – это сокращение времени или повышение скорости процессов, рост производительности. Если ваша задача или проект звучит так, ну типа сокращение времени выполнения заказа или повышение производительности определенного участка, значит вам точно нужно делать картирование потока создания ценности. Сама по себе карта представляет из себя диаграмму, отражающую все операции и состояния, с анализом потерь в потоке и выявлением времени создающей и не создающей ценности. Картирование потока – самый распространенный, но не единственный метод функционального анализа. К этому классу я бы отнес и такой инструмент, как картирование перемещения или диаграмму спагетти, отражающая, как передвигались в пространстве предметы или люди. Этот инструмент крайне эффективен, очень простой и используется в абсолютном большинстве случаев моих проектов. Картирование бизнес-процессов – это диаграммы, отражающие логику протекания процессов. Это мощные инструменты, применяемые BPM – Business Process Management – управление бизнес-процессами. Эти инструменты применимы в случае реинжиниринга и моделирования бизнес-процессов. Здесь могут применяться различные способы описания, например, блок-схемы, EDF0, EDF3, событийно-управляемые процессы, плавательные дорожки, swimlines и иные подходы. Этот инструмент анализа хорошо себя проявил в случае системного описания процессов, когда нужно разобраться с ходом протекания бизнес-процессов, логики взаимосвязи отдельных операций, информации, ресурсов и т.п. Еще одним инструментом функционального анализа является построение матрицы ответственности, отражающей распределение функций среди различных организационных единиц. Это хороший метод для выявления функционального дублирования или функционального игнорирования. В первом случае речь идет о задвоении функций у различных организационных единиц, а в другом – это невыполнение какой-то важной функции в системе. Также к функциональному анализу я отнес бы такой метод, как функционально-стоимостной анализ, который позволяет определить ключевые экономические параметры объектов исследования. Кто ж, я дал обзор функциональных методов анализа, навыками которыми должен обладать любой эксперт по росту операционной эффективности. Функциональный анализ дополняет такой класс инструментов, как статистический анализ. Статистический анализ для вас, если вам нравится подход 6сигма. Но не только. Статистические методы могут применяться широко, не только в рамках методов, разработанной Моторолой. Кстати, если вы хотите разобраться, что же такое 6сигм, напишите вопрос в комментариях. А если таких запросов будет достаточно, я сделаю отдельное видео. Итак, статистическую правильность процессами SPC включает в себя ряд мощных инструментов анализов. Например, гистограмма или диаграмма распределения частот позволяет проанализировать, насколько процесс статистически стабилен. А анализ таких показателей, как среднее квадратическое отклонение, индекс пригодности процесса, доверительный интервал, позволяет получить важные характеристики для анализа процесса. Гистограммы я применяю по широкому кругу исследований. Это и задачи связаны с сокращением времени, и все, что связано с качеством. Одним из самых интересных инструментов статистических методов управления являются карты Шухарта, отражающие динамику показателя в пределах границ допуска. Стоит отметить, что в рамках производственного анализа я не так часто использую карты Шухарта в рамках отдельных проектов. Они больше применяются для отладки оперативного регулярного отслеживания процессов в части скорости, выработки, простоев, качества и других важных статистических оперативных показателей. Диаграмма Паретто. Диаграмма, позволяющая определить, например, 20% видов брака, которые создают 80% случаев брака. Такого рода анализ позволяет выявить наиболее распространенные потери. Поэтому я обязательно его применяю при анализе любого вида потерь в потоке создания ценности. Если вас вспомогают все эти гистограммы, 6 сигма, карта Шухарта, то применяйте более традиционные, логические и понятные методы статистического анализа. Например, трендовый анализ, позволяющий определить общее движение показателей во времени, выявлять определенные закономерности в этой динамике, то есть это тренды, спадающие или набирающие силу. Структурный анализ или методы стратификации исследуемых статистических данных, расслаивание целого на составные элементы по определенному признаку, сравнительный анализ, когда сравниваются различные значения, например, план-факт, прошлый период-текущий период, один цех-другой цех, ну и тому подобное. Используйте статистические методы анализа, если хотите глубоко разобраться в текущей организации и выработать прорывные решения по улучшению. Я прошу вас поддержать проект ЛитиПро. Это очень просто. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок на канале, поставьте лайк этому видео, сделайте репост видео, напишите комментарий. Спасибо! Я рассказал о двух направлениях анализа производственных систем – функциональном и статистическом. На практике я обязательно их усиливаю анализом проблем. Это группа методов, направленная на выявление и структурирование нежелательных явлений в текущей системе управления. Такими инструментами обладают все подходы. Это и Лин, и 6 Сигма, и теория ограничения системы. Другие подходы. В бережливом производстве традиционно применяется метод «пять почему». Когда по имеющейся проблеме, например, поломка оборудования, мы последовательно задаем вопрос «почему?» то есть «почему» оборудование поломалось. Таким образом изучается глубина проблемы. Мы пытаемся выявить все возможные причины. «Пять почему» я использую очень активно во всех проектах. Этот метод очень хорош для изучения локальных проблем. Чаще всего я его применяю при анализе брака, ошибок, а также поломке или простоев оборудования. Это не значит, что в других случаях я его не применяю, но в этих направлениях это происходит чаще. Я не использую «пять почему» в изучении системных проблем. А когда изучаемая область обширна, что я применяю в этом порядке, я обязательно скажу чуть-чуть попозже. При анализе более сложных явлений, процессов, я использую такой инструмент, как дерево текущей реальности. Подход, описанный в теории ограничения системы. Он позволяет собрать не только все имеющиеся проблемы, нежелательные явления в анализируемой области, но и очень четко их структурирует, вывести истинные и корневые проблемы. По этой теме у меня есть небольшое видео. Ссылку на него я размещу в описании к этому ролику. И сейчас на экране также появится ссылка, посмотрите видео обязательно. Эти два инструмента я использую в 100% проектов, которые реализую. При этом инструментарий этим не ограничивается. Есть диаграмма Ишикава или рыбий скелет, есть метод 5Y1H и 6 вопросов. Последние очень похожи, но имеют все-таки различия. Есть дерево разрешения конфликтов, грозовая туча и тому подобное. В целом, перечень инструментов анализа можно продолжить. Можно включить сюда такие методы, как математическое и имитационное моделирование, теорию расписаний и методы критического пути, различные матрицы и иные инструменты. Какие методы, по вашему мнению, нужно иметь в своем арсенале эксперту по анализу операционной деятельности? Напишите, пожалуйста, в комментариях, давайте это обсудим. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал. Всем Лина. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok